В общем, ребят, мы сейчас едем в квартиру. Для чего? Во-первых, впервые заедем на паркинг, посмотрим, как мы там встанем вообще, как мы туда заедем. Мы, конечно же, ходили там ножками, смотрели, что как, но интересно посмотреть, как будет, если заехать на машине, потому что, наконец-то, паркинг сдали, ну, уже давно. Но, вот, и, кстати говоря, поскольку у нас двойное место, хоть мы там еще и не живем, одно место мы сдаем уже в аренду, поэтому бизнес смутится, ловешка крутится. В общем, да, хотя в доме там еще никто, понятно, не живет, люди только делают ремонт и так далее, но есть соседние дома, там кому-то тоже надо, ну, в общем, рассказываем. Мы сейчас поедем, посмотрим, в принципе, там ничего не изменилось, смотреть особо нечего, надо походить, посмотреть ножками, подумать, что как. Мы припарковались, у нас двойное место, вот, тут, видите, еще пока что все такое, типа, в пыли, еще, ну, как бы, люди не заселились, поэтому вот какие-то штуки такие висят. Ну, а потом, я думаю, будет очень красиво и чистенько, сейчас, конечно, я смотрю, машины в пыли стоят, те, кто сюда ставят, потому что после ремонта все такое. Короче, сложно, потому что места реально не много, чтобы сделать кухню, вот здесь вообще мало места, места для готовки тут вообще нет. Два холодильника, раковина. У меня сегодня очень злая, как собака просто. Короче, все по жопе, не получается, да тут не хочется. Здесь тоже не получается маленький. У нас будет другой еще вариант. Был вот такой еще план. То есть, вот, как мы и стоим сейчас. Вот окна, вот эти, вот они. Типа, здесь кухня, здесь остров. Ну, например, плиту отсюда убрать. Ну, опять же-таки, не знаю, может, нам тогда жить с одним холодильником? Просто я реально, если честно, не понимаю. Ребят, представляете, сейчас 3 часа ночи. Реально, сейчас уже, получается, 3 апреля. Не знаю, верите вы мне... Ой, я даже не знаю, куда иду. Верите вы мне или нет, потому что погода просто шок. Посмотрите, здесь была тропинка, вот по которой я сейчас иду. Я столько снега, вообще даже зимой, мне кажется, не помню. Это просто за сегодня нападало. Скажу честно, меня это желудко пугает. Вышли мы на улицу просто потому, что мы в шоке. В шоке с этой погоды. Охренеть. Я не могу в это поверить. Реально. Нам стало просто любопытно на всё это глянуть. Блин, это как геошторм. Меня это пугает, если честно, очень сильно, потому что всякие климатические изменения, всякие вот эти штучки, это очень стрёмно. Тем более, обещают, ну как, прогнозируют и астрологи тоже в этом году, что будет очень много разных и страшных вещей таких вот, связанных именно с климатом, с погодой, с природными какими-то вещами. И это реально очень стрёмно. И когда 3 апреля... То есть вы понимаете, да, это уже второй месяц весны. 3 апреля. Столько снега. Я бы поняла, если бы он просто падал и таял тут же. Но это реально капец. То есть я в щёки. А мне нормально. Я сейчас лечу в заснеженные горы, там точно так же должно. Не факт, что там, кстати, даже заснеженные. Может, там вообще солнце, блин. Да, блин. Ой, блин, я не вижу, куда иду. Это просто шок. Ветер ужасный. Ребята, всем привет. Новый день. Сегодня я впервые за долгое время встала. Ну, не могу сказать, что рано, но легла я очень поздно. В общем, буду всё вам сегодня рассказывать. Много чего накопилось. Что-то, но заложено, мне кажется, у меня аллергия. Хотя не похоже на аллергию. Короче, проснулась я сегодня. Выглядело просто ужасно. Вот я сейчас даже хочу спать. Но мне ехать по делам. По каким делам, спросите вы? В общем, я в своём телеграмме... Видите, говорю в нос. Чихала несколько тысяч раз. Только что, буквально. Хотя не холодно абсолютно. Я в своём телеграмме рассказывала, что сегодня я поеду в клинику по поводу кожи. Ой, не знаю, хорошо ли вам видно. Я не могу сказать, что у меня сейчас прям жуткие воспаления есть на коже. Может быть, это и плохо, потому что я хочу провести эксперимент, чтобы мне назначили сегодня всякие уходовые штучки. На самом деле, у меня очень неровный тон лица. И, конечно, хочется это исправить. И я понимаю, что помимо разных средств каких-то, я не знаю, что мне сейчас расскажут, когда я вот приеду. Мне ехать, правда, далеко, долго. В общем, пью кофеёчек. Я ничего не ела. Макдональдс закрыли. Даже в Макдональдс не заедешь. Поэтому не знаю, что дома покушать. У меня особо ничего нет. Я немножко попшикала лак для волос, потому что у меня есть тупые бэби-хайры или как их там, отрощенные такие, которые торчат. Я злюсь с этого. Причина, по которой мне нельзя долго засиживаться дома. Сейчас почти 2 часа дня. Мне в 3 надо быть там, ехать 40 минут, поэтому надо уже бежать. Причины такие. У нас же в Москве снег лютый. И я переживаю, что сейчас мне еще машину откапывать придется. Малышка моя. Мама поехала. Подождешь моему дома? Полежишь? Мой сладенький. Мой мышонок. Короче, да. Слава улетел. Вчера. Позавчера, можно даже так сказать. Поэтому я одна. Ну, в принципе, ничего как-то вылежу без него. Я просто обожаю его, понимаете? Обожаю я его и не люблю быть без него. Ну, такая вот я сумасшедшая. Так, что я возьму пожелать? Так, ребята, я уже еду. Машина была немножко в снегу. Я очистила ее. В основном переднее лобовое стекло. Снег, причем такой мягкий, липкий, мокрый точнее. Короче, можно было из него снеговика прямо на машине слепить. В общем, я еду. Мне еще 25 минут показывают. В принципе, ну, как бы не опаздываю. На 8 минут раньше приеду. И как раз будет время припарковаться. Поскольку я еще ни разу не была в этой клинике, конечно, надо будет поискать. Да, грустно, конечно, в Макдональдс не заедешь. Слушай, такое здесь вообще движение неудобное. Вай! Так, ребята, приехала в клинику Тао Бьюти. Очень ветрено сегодня. Хотя, вроде, не так уж и холодно. Не знаю, хорошо ли вам меня слышат, но у меня будет сейчас консультация. В общем, весь мой сегодняшний процесс, процесс консультации и последующего ухода за кожей будет проходить при поддержке бренда Виши. Для проблемной кожи Нормодерм. Это как раз для меня. Все, ребят, я доехала в клинику Тао Бьюти, да? Да. Вот Анна, прекрасный врач, дерматовенеролог, косметолог. Сейчас будет проводить консультацию по моей коже мне, да? Да. Будем выбирать какой-то хороший и правильный уход. А как давно появились воспалительные элементы? У меня это долгая история. В общем, да. Ну, с кожей у меня всю жизнь, мне кажется, проблемы лет с 12-13. То есть это были вообще разные типы брюши. Мне нравится то, что неровный тон кожи, открытые вот эти поры, черные точки, то есть другие, которые, ну, не знаю, как избавиться. Это, наверное, у многих такая проблема, особенно в городе, когда живешь. А бывает появляется гномечковое образование, то есть в которых белые гноты. Конечно, да. Они чаще всего в нижней части лица или могут быть и в любой зоне? Вот вообще у меня последние, наверное, полгода и вот здесь начали болитически выявляться. А вы их выдавливаете? Ну да. Но я не могу. Ну, вам, наверное, многие врачи говорят. Да все дали. Ну, нельзя, конечно, не трогать лицо и ударить. Я знаю, да, потому что вот здесь, когда у меня вот эти вот подкожные, я тоже одно время бывала, мне хотелось поддавить, но после этого вот на одном месте выдавила один, и их вылезать еще прям 5. Да, конечно. И они могут не сразу вылезти, а там через неделю, даже когда ты особо уже забудешь об этом, что такая процедура проведена. Поэтому на самом деле первое правило борьбы с воспалительными элементами, это стараться лицо по минимуму трогать. То есть лучше его трогать только для умывания, для нанесения крема, сыворотки, но ни в коем случае не выдавливать, и просто как бы в течение дня стараться не касаться лица руками, потому что на руках у нас всегда есть флора, как бы микроба, мы там трогаем все, что вокруг. Естественно, мы же не постоянно их обрабатываем, но и постоянно даже если мы будем обрабатывать спиртом, мылом, это плохо скажется на здоровье наших рук, потому что могут пойти бородавки, если часто антисептикную пользу стоит. Это будет другая правильность. Суть в том, что лучше стараться лицо руками лишний раз вообще не трогать, а выдавливать не нужно, потому что мы разносим инфекцию. Есть прям такая система, она еще и именно восстанавливает полезную микрофлору на коже лица, поэтому, мне кажется, можно попробовать на нее сейчас перейти, поиспользовать ее, ну, желательно такое довольно-таки длительное время, чтобы и восстановить микробиом кожи, но и одновременно, конечно, убрать, постараться лишние бактерии. Чаще всего могут быть стафилококки проблемы, если у нас еще пробионы бактерии акне, которые тоже на лице могут обостряться при понижении иммунитета на коже. Поэтому надо повоздействовать и на вредные бактерии, которые есть, и на микрофлору полезную, чтобы ее, наоборот, немножечко усилить, укрепить, чтобы иммунитет на коже стал выше. Я бы сейчас вам посоветовала взять гамму Нормодерм именно фитосолюшен. Это есть такая гамма Виши. Получается, я бы взяла, посоветовала вам взять на утро и на вечер гель для умывания Нормодерм и умывать лицо утром и вечером. Если нужно, например, вечером смыть до конца вашу косметику, тогда можете тоником, который у вас есть, дополнительно протереть кожу. После этого Нормодерма геля утром я бы вам советовала наносить, там у них такой есть крем Нормодерм фитосолюшен. То есть он в составе содержит и кислоты, и именно вот эти бифидобактерии, которые укрепляют иммунитет. Помимо того, что он все-таки немножко увлажняет, он не утяжеляет кожу, но увлажняет ее, он борется с воспалительными элементами за счет того, что он борется с бактериями на лице. Сейчас бы я посоветовала вам на эту косметику перейти, чтобы также повысить иммунитет на коже, потому что действительно сейчас кожа не такая проблемная, как была раньше у вас. То есть утром гель для умывания Нормодерм, дальше наносим крем Нормодерм фитосолюшен, и после него хорошо нанести солнцезащитный крем, потому что уже становится больше на солнышках. Да, я уже знаю. Да, и потому что когда вот какой-то воспалительный элемент, например, выдавился сам, даже если вы выдавливали, там такая более уязвленная кожа, и если солнце попадает, может появиться поствоспалительная гиперпигментация. То есть лучше солнцезащитный крем использовать, потому что и солнце больше, и это поможет вам кожу более молодой сохранить, и одновременно это такая превентивная мера, защитная мера от пигментации. В общем, всё прошло замечательно, всё мне рассказали. Какие-то вещи, конечно, я уже знала, потому что мой путь, связанный с уходом за кожей, достаточно долгий. Ну, какие вещи, например, да, то, что желательно там вытираться не полотенцем, а, например, ну, одноразовыми какими-то салфетками, полотенцами есть тоже. Конечно, это было бы неплохо. Я рада, что нет у меня никаких показаний для применения антибиотиков, ещё чего-то, потому что раньше, да, у меня были показания прям, ну, вообще на год просто лечения серьёзным лекарством. Вот, поэтому я очень рада, что сегодня мне не назначили никаких лекарств. Кстати, вот пилинги, то, что вот врач тоже сказала, очень хочу. В общем, на обратном пути я с вами болтать не буду, потому что дорога мне предстоит не из-за лёгких. Тут центр, круголя, вертеля. Поэтому я сейчас подключу музло. В общем, ребят, я уже дома, уже новый день даже, и у меня на руках уже есть то, что мне назначила врач, к которому я ходила, по поводу кожи. Вот, и я вам сейчас покажу, и как раз у меня уже очень поздно, ночь, утро уже, даже если честно. И как раз умоемся, сделаем уходик. В общем, я посмотрю в телефоне ещё раз, как мне там, чем надо умываться на ночь, что делать, какие процедурки. Ну, в общем, вот такой вот гель от бренда Виши. Кстати говоря, по поводу сыворотки, которой я пользовалась. Ну, у меня вот такая вот сыворотка была, которой я пользовалась и пользуюсь периодически. Вот, видите, сколько у меня здесь. Очень классная. И синяя, но она у меня, по-моему, в ванной стоит. Синяя я реже пользуюсь. Почему-то это просто здесь у меня стоит, где я крашусь, и я всегда и перед макияжем, с кремчиком, сывороткой пользуюсь. И, ну, на ночь тоже. Я здесь тоже сажусь, у меня тут крема просто стоит. Хорошая сыворотка, правда. И вот сейчас я буду пользоваться от тоже Виши. Ну, вот такой вот. Нермодерм Акне Пронскин. Такой я буду пользоваться. Смотрим, как она выглядит, потому что я ничего не доставала. Ты, слушай. В общем, здесь такая вот эта штучка мягенькая. И сейчас мы открутим. Там тоже так, кстати, было. Открутим. Так что вот, теперь у меня будет вот такая еще сыворотка. Очень интересно будет посмотреть на результат. Сейчас как раз мой макияж. Я вам покажу кожу хорошо, без косметики. Вот, буду умываться вот такой штучкой, гелем таким. Утром и вечером наносить на влажную кожу лица массажным движением. До образования пенки смыть водой, избегать области вокруг глаз. В случае попадания в глаза промыть водой. Ну, это понятно. Очень нравится такой удобный, красивый, большой флакончик. Так что думаю, что мне его должно надолго хватить. И вот это, кстати, крем фитосолюшен. Фитосолюшен. Нормодерм фитосолюшен. Вот. И солнцезащитный крем. Им надо пользоваться утром. Блин, что я вам рассказываю? Сейчас в телефоне посмотрю. Итак, утром я использую Нормодерм гель для умывания. Потом я использую фитосолюшен крем Нормодерм. И следующее, что я использую утром, это крем солнцезащитный. Вот так вот он выглядит. Вечером я использую вот этот гель. Умываюсь. Потом я использую сыворотку. Странно то, что не надо использовать крем. Ну, вот так вот написано, что только умывалка и... Да, и сыворотка. Без крема. Но в любом случае, как мне врач тоже сказала, что если умывалка недостаточно очистит кожу, я еще использую тоник. Поэтому для меня важно, чтобы кожа была очищена хорошо. Мне кажется, это прям тоже очень сильно влияет. Мне безумно интересно попробовать крем. Так что пошли смывать. А крем мне можно на ночь? Блин, мне же крем на ночь нельзя. Что такое? Так нельзя, так нечестно. Я хочу использовать все. Не знаю, наверное, не надо так. Наверное, надо что-то одно. Ну как без крема на ночь? Ой, не могу. У меня сегодня на самом деле сумасшедший день. Ладно, как написано, так и сделаем. У нас умывалка. Потом сюда придем сывороткой мазаться. Пошли. Собираю волосы. Причем как можно лучше. Ну все, погнали. Надо, конечно, это делать одноразовыми полотенцами. Или хотя бы одни маленькие. Вот, видите, да? Не такая уж идеальная. Я все-таки не могу отказаться от тоника и не использовать тоник. Потому что у меня всегда ощущение, что на лице все-таки есть остаток косметики. Чем бы я ни мылась, всегда все равно остается макияж хоть чуть-чуть где-то, знаете, вот на веках. Ну то есть это в любом случае. Даже вот есть места, на которые, например, я не могу вот так вот умыть. Пока умываюсь. Вот над раковиной, да? Потому что, например, вот сюда я тоже захожу. Куда крашусь? Вот здесь, да? Под глазами тоже. Хотя это как бы тоник, а не мицеллярка, но он очень мягкий, поэтому им я могу себе позволить так пройтись. Шея сейчас будет вообще оранжевая и все. Не идеально белая, совсем не идеально белая. Но и не совсем грязная. То есть видно, что все-таки что-то там желтое, да? Ну, косметика-то тон, не знаю. Очень хороший, кстати, тоник. Он очень мягкий. Вот, что могу сказать про этот гель? Очень приятный аромат каких-то трав. Не знаю, надо будет почитать, поинтересоваться, что за штучки. Так, гипоаллерген или жирной чувствительной кожи. Очищающая основа растительного происхождения. Это понятно, но мне бы хотелось как-то поподробнее узнать именно, почему такой приятный аромат. Мне кажется, там используются какие-то интересные травы. Не знаю, но по ощущениям мне так оказалось. Я могу ошибаться. Приятный ароматик. Такой, знаете, немножко как будто даже холодок оставляет на коже. Вот пока умываешься. А когда смываешь, уже нет такого. Так, вот такая вот я кошечка. Ой, просто удобно сейчас с такой штучкой. В общем, вернулись к тому, на чем закончили. Вот так выглядит моя кожа сейчас. Без макияжа. Мне абсолютно не стрёмно показаться с такой кожей. Хотя, не знаю, вот в жизни все равно выглядит как будто не так плохо, как на камере. Мне кажется, на камере выглядит вообще ужасно. Хотя нет, что я думаю. Мне кажется, я не думаю, что ужасно. Вот. Вот это все следы. Вот здесь следы. То есть их замазать легко. И когда я тоналкой замазываю, вообще, ну, как будто бы ничего и нет. Лоб, в принципе, нормальный. Ну, как бы не идеально, да? То есть видно, что неровный тон кожи. Так, следующий наш вечерний этап, ритуал, сыворотка. Кстати, вот мне не сказали, сколько намазывать. Я люблю много. Какой-то очень тонкий слой, как будто бы крема. То есть кожа сразу становится какой-то такой бархатистой. Я вообще от сывороток офигела. Потому что я раньше ими не пользовалась. И раньше я к сывороткам относилась, знаете, так, типа, это как... Что это вообще такое? Я вообще не знаю, как это использовать и нужно ли мне это. То есть у меня было очень много вопросов к сывороткам. Но вот потом, когда я познакомилась с сыворотками бренда Виши и начала ими активно пользоваться, я поняла, что я очень многое потеряла. Пока ими не пользовалась, потому что действительно мне понравилось. Так, ну вот, крем придется утром только испытать. Положу в себе к макияжу, к косметике крем солнцезащитный, чтобы не забывать его использовать. Потому что я люблю, конечно, забыть. Так что вот, ребят, кому было интересно посмотреть, как я выгляжу без макияжа. Я почему так вот сижу себя снимаю без макияжа? Я вообще такое не люблю. Вы знаете, я люблю всегда быть красивой. Но такое я тоже люблю снять, посмотреть и потом сравнить. Правда, это интересно. Я знаю, что многие мои подписчики тоже страдают от такой проблемы, как акне. Или там еще какие-то, там, не знаю, угри, высыпания. Ну, в общем, я знаю, что я не одна такая. Я знаю, что многих я своей историей какой-то прыщавой подбодрила. И, не знаю, может быть, вселила какую-то веру, надежду и любовь. Надеюсь. В общем, все исправимо, ребят. И прыщи, это не так уж и страшно, да? Давайте откровенно. С ними можно разобраться. С ними можно жить. Но лучше с ними бороться. Вот так вот у меня периодически выглядит кожа. Иногда получше. Редко, чтобы она у меня выглядела хуже, чем сейчас. Я думаю, что хуже, чем сейчас обычно она у меня не выглядит. Вот. Ничего, жить можно. А еще знаете, что очень хорошо помогает прыщей? Меньше на них зацикливаться. Вот я когда забила, как рукой сняло, сразу стало лучше. В общем, все. Я пошла спать, ребят. Не поверите. У меня 6 утра. Я знаю, что вы мне поверите. Потому что вы знаете, что я поздно ложится. У меня уже солнце за окном. Но я уже смыла косметику. Осталось только зубы почистить и спать. Так что всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Всем пока.